Life is Life 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 18-е мы тогда хорошо и сильно освещали, это помню. Вот как сейчас дела обстоят? Спасибо, Юлечка, что пригласила. Как обстоят дела? Значит, в настоящее время мы репетируем новый спектакль, который называется «На пределе чувств». Это мой сценарий, посвященный Елене Сергеевне Булгаковой, третьей жене Михаила Афанасьевича Булгакова, его Маргарите, его жене, его другу. Фигура необыкновенная. И очень много интересных фактов, которые сейчас просто окунулись в творчество и Булгакова, и мемуарную литературу, которая с этим связана. И самое главное, дневники Елены Сергеевны Булгаковой. Дневники вёл сам Михаил Афанасьевич, но в 1926 году у него ГПО конфисковало все дневники, и он потом больше в жизни уже никогда к дневникам не возвращался. И в 1932 году, когда они поженились, стали мужем и женой, он просил Елену Сергеевну вести дневники. Что она и делала. Это толстый такой том, где она фиксировала буквально каждый божий день их жизни. Она помогала ему, она восхищалась им, она преклонялась перед ним. Поэтому все эти дневники пропитаны любовью и желанием увековечить его труд, а в конечном счёте память о нём, и рассказать о театральной Москве от тех лет. Так что это исключительно, исключительно интересные вещи. Плюс к тому, когда в 1940 году Михаил Афанасьевич ушёл из жизни, скончался, у неё остались архивы, неоконченный роман «Мастер» Маргарита. И уже в последние дни жизни, когда практически он уже плохо говорил и слеп, потом ослеп, тяжелейшие дни, которые они переживали вдвоём. И он один раз вдруг как бы к нему как вернулась способность говорить, и он что-то хотел ей сказать, она не могла понять. И потом она ему, у него спросила, роман, и он закивал головой. И вдруг он совершенно ясно сказал, должны знать, должны знать. То есть вот это она восприняла как его последнее завещание, и ещё 30 лет она пережила его, она скончалась в 70-м году. И вот эти годы она посвятила тому, чтобы роман и все остальные его драматические произведения, его пьесы, его повести, чтобы всё было напечатано. И роман «Мастер» Маргарита вышел в цвет только в 1966 году, через 26 лет после смерти Булгакова. То есть она отчасти выполнила его обещание, что должны знать. Вот это да, действительно, жена с большой буквы. Такое наследие человечеству, которое она так передала из рук в руки. Вот поэтому мы, конечно, репетируем, я долго работала над этим сценарием. Сценарий построен в двух плоскостях, в двух параллельных мирах. Это мир Булгакова и Елены Сергеевны, мир Мастера и Маргариты. Надо в жизнь настоящую, да, через это. Всегда все спектакли, ну, сейчас мы всё-таки выйдем на ту тему, которую очень хотелось поднять, о близости к зрителю, о этих невидимых связях, не только дружеских, а, наверное, более тесных, да, тёплых, человеческих связях. Всегда у тебя в театре, на всех спектаклях великолепный подбор актёров, актрис, особо актрис. Скажи, кто играет или кто должен был играть, да, потому что я понимаю, что этой весной этого не случится. Ну, не знаю, не знаю, ещё не буду говорить. Спектакль был, действительно, я хочу сказать, может быть, кто-то наши зрители слушают сегодня. Не Жанна Чернова, Инна Есилевская, я помню, яркие такие люди, которые всегда были примами в твоём театре. В этом, действительно, спектакль должен был состояться 21 мая. Но я не скрою, что обстановка в мире и всё, что происходит сейчас, и всех волнует, на нас тоже оказывает определённое влияние. И я не была уверена, что это своевременно сейчас выходить на сцену, делать рекламную кампанию. Не уверена. Но в это время, по независимым от нас причинам, театр на Бродвее, в котором мы последние годы все играем, это Жаклин Кеннадия Анасис театр, они на несколько месяцев закрыли показы. То есть мы не можем сейчас до июня месяца у них арендовать помещение. Поэтому вот так. Но ещё не исключено, что всё-таки что-то будет. Плюс к тому, 11 мая в Нью-Йоркской публичной библиотеке, на базе Нью-Йоркской публичной библиотеки, мы будем делать презентацию этого спектакля. Так что будем о нём говорить, будем более подробно, там будет тоже интересный такой формат. И заодно будем говорить о сквозном сюжете в спектаклях театра «Диалог». Потому что действительно, да, я немножко не ответила на твой вопрос, кто участвует. Ну давай через то, что сквозной сюжет во всех спектаклях, давай через это и выйдем. Сквозной сюжет. Действительно, когда стали сейчас вот думать, и особенно сопоставляясь с тем, что сейчас волнует всё, будем говорить, человечество прогрессивное, то мы стали понимать, что в наших спектаклях действительно вот этот сквозной сюжет, сколько судеб, которые хотели жить свободно в несвободном мире. И наш спектакль о Николае Эрдмане, о судьбе серебряных поэтов и писателей Серебряного века, о Бунине, о Пастернаке, их любовь, их музы. Потому что в конечном счёте за каждым из великих писателей, так же, как и у Булгакова это получилось, стоит муза, который он посвящает, перед которым он преклоняется. И это вдохновляет его на написание таких шедевров, о которых мы вот говорили в наших предыдущих спектаклях, и будем говорить сейчас вот в этом спектакле на пределе чувств. Так что вот такой сквозной сюжет. Что касается исполнителей этого спектакля, это будет моноспектакль. Мы давно со Снежаной Черновой. Это прекрасная актриса, которая действительно по плечу вот это воплотит образ Елены Сергеевны и Маргариты. Это нелёгкая задача, но мы репетируем. Мне кажется, прям мечта любой актрисы сыграть Маргариту. А если это ещё и моноспектакль, да такой глобальный, вот это ничего себе. Спасибо. Так что мы давно со Снежаной хотели, она хотела, я хотела сделать для неё сценарий моноспектакля. И наш предыдущий спектакль, который назывался «Театральное откровение», где в конечном счёте шесть человек участвовало, а начинался он тоже как моноспектакль. Но там оно не получалось. А здесь получилось. И единственное, кто ещё будет занят в спектакле, это Сергей Побединский, который... Музыкальное обрамление. Да, есть много сценок, где они ещё молодые, весёлые, там есть и пение, и музыка просто. Вот Серёжа будет участвовать. Не так давно у него день рождения был. Поздравляем с днём рождения. Так, хорошо. Очень хорошие планы. И интересно, что моноспектакль, кажется, что камерная сцена, да, более логично. А те сцены, подмостки театральные, вновь того самого театра Джаклин Кеннеди. Дело в том, что спектакль идёт в двух ракурсах. И как я себе это вижу, то, конечно, у нас даже должна быть сцена полёта Маргариты. То есть она должна... Эта сцена должна, если всё получится, должна быть очень интересно поставлена, представлена. Поэтому нам... Мы думали о камерной маленькой сцене, но пришли всё-таки к тому, что мы настолько любим, так же, как и все зрители, любят этот прекрасный, изумительный зал, настоящий театральный зал. И мы так себя там хорошо чувствуем, и освещение, и звук, и всё на свете. Ну да, очень там красиво всё. Поэтому вот так. Спасибо, что говоришь об этом. Я прости, редко когда позволяю себе говорить о личном опыте в программах, но сейчас не могу, потому как чувствую тебя таким другом и тёплым человеком, близким. Наверное, лет 15 мне было. Это был театр, где ставили мастера Маргариту. И на сцене были актёры, а сцена на балу, Маргарита на балу, где представляют гостей, это прожектор шарил по зрительному залу, и со сцены представляли кто, прожектор выхватывал. И я была одной из тех, кого представили. Это, конечно, незабываемое впечатление, поэтому я чувствую причастность к этому спектаклю. Нет, ну у нас, конечно, таких сложных сцен, как балы, всё не будет. У нас всё это ограничено. Это все сцены из мастера Маргариты, это их... Иллюстрация к дневникам, да? Но она даже нет, это история их любви. Спектакль в конечном счёте строится и посвящён Елене Сергеевне Булгаковой. Это не постановка мастера Маргариты. Ну, понятно, простая сцена. Вот в этом была очень большая, ну не то, что очень большая, но интересная и сложная работа. Потому что их жизнь, их история, их любви, такой необыкновенной, и история мастера Маргариты, это одно и то же. И я сейчас, вот этот свой сценарий, вот я даже на днях говорили со Снежаной, что я уже не... до того я всё время вспоминала, в каком моменте это романы, в каком моменте это там мемуаров или писем и так далее. Сейчас я уже так не думаю. Это как единое произведение какое-то, которое посвящено высокой любви. Вот и всё. Как красиво. Спасибо. Давай вернёмся к названию. Театр «Диалог». Диалог придуман тобой, название театра, да? И когда ты это придумывала, когда об этом думала, наверное, так придумывала, это другое. Когда ты думала, навеяно это было какими-то твоими интересными состояниями, размышлением. Это диалог актёров между собой на сцене, это диалог актёров с создателем какой-то данной пьесы или литературного произведения. Это диалог твой, как режиссёра, с актёрами на сцене или твой диалог со зрителями через актёров? Юлечка, для того, чтобы, может быть, было более понятно, надо вернуться к тому, что я работала в Центральной публичной библиотеке. И всё это началось с того, что я просто... Это было моей работой, в общем-то, делать литературные программы. Это было моим счастьем, что когда-то в 2003 году мне разрешили в библиотеке отпраздновать 300-летие Санкт-Петербурга. И никакого ещё такого театра никто не мыслил, и ни о чём таком ещё речи не было. А просто была огромная любовь к театру, к литературе и к городу Санкт-Петербурга, к Ленинграду. И вот после того, как мы все собрались, а тогда вот это были первые актёры, которые писатели, журналисты. Это было что-то невероятное, сколько людей хотело принять участие и приняли участие, помогали мне. И с тех пор Елена Соловей, Народная артистка России, Рустам Галич, Сергей Гордеев, Сергей Побединский. И вот это были основные люди, которые тогда ещё участвовали в той программе. И после этого она была настолько успешная и такая необыкновенная. Мы просто выплеснули свою вот эту всю любовь ко всему, что я перечислила, выплеснули зрителям. И зрители были в каком-то совершенно невероятном восторге, и нам не хотелось расставаться. И потом вот так постепенно я стала работать. Все же сценарии нашего театра – это все мои сценарии, то есть те, которые я просто работаю, посвящая каким-то величайшим именам в русской литературе или вообще в литературе и театральным именам. И потом, когда уже надо было шагнуть куда-то вне библиотеки, нас стали куда-то приглашать и так далее, то надо было какое-то название имя иметь. Нельзя же так просто. И вот этот диалог, да, диалог наш с литературой, диалог наш, я себя не делю вместе с ребятами, все у нас единое целое, с актерами, диалог со зрителями, ответ зрителей, диалог с нами, диалог со временем, на фоне которого это все происходит. То есть вот пришло ко мне название «Диалог». Ну, ничего такого выдающегося в этом названии нет. Спасибо за ощущение тепла, которое есть, которое уже сложилось у тех, кто на сцене, кто составляет театр и тех, кто поддерживает театр, тех, кто голосовал. Опять же, давай вот о звезде театрала, да? То есть это обычно вот то самое разделение, как мы говорили, эстетическое пространство, это пространство между сценой и зрителем, и в нем происходит то самое восприятие, высокое искусство, которое несет в себе, которое несет сцена, и восприятие зрителей с их ассоциациями. И вот момент вот этого расстояния, где эти ассоциации могут сложиться, где вызываются как раз вот эти слезы или смех, или наоборот, там какая-то обида, да, вот это как раз у театра диалог этого пространства, или есть, если оно есть, оно минимальное. Все настолько тепло к этому относятся, потому что ты проводник между вот той самой сценой за рампой света, а зрители в зрительном зале не остаются одинокими. Ты из библиотеки, ты всегда была проводником, и поэтому, наверное, так это сложилось. Много очень людей голосовали за театр «Диалог», когда театр был номинирован на премию «Звездотеатрала». Что там происходило и как? Дело в том, что мы до того, в 2017 году, нас пригласили на фестиваль в Берлин, это фестиваль русских театров за рубежом. Ну и мы там, мы везли спектакль «Поверх барьеров», это спектакль о постернаке, и, знаете, ни на что не надеялись, абсолютно нервничали, волновались, трепетали. Там совершенно другой зритель, там это все в Берлине происходило. Выступили. Принято было очень хорошо, просто два раза мы там играли, или три играли, и просто замечательно. И после этого последовало приглашение в Москву на гастроли. Опять шок. Ну и опять стали готовиться, опять стали волноваться, все, опять все, приехали в Москву, выступали, там, открытие этого гастроли было в Ахтанговском театре, и уже какая-то публика совершенно столько профессиональных журналистов, там, всяких критиков, в общем, что-то вот какой-то совершенно такой уровень, очень серьезный. И мы опять всю свою душу, все, как всегда, открыли зрителю и играли этот спектакль, и опять были приняты, ну, исключительно тепло, включая, что на сцену вышла народная артистка Вера Васильева, прямо вышла Вера Васильева, представляете? Ой, ей же сейчас уже 90-е, как же это? Да, 96, сейчас, тогда было, по-моему, 94. Вышла как, вообще, как девочка молодая, прекрасная, и она сказала, что мы таких спектаклей в Москве давно не видели. Мы чуть, вообще, ну, это прямо было... Поразились. Да, еще трудно перенести, но были, конечно, очень счастливы. И после этого нас номинировали, кто-то, на премию «Звезда театра» «Лучший театр за рубежом», что, опять же, было немножко удивительно, прямо откуда, как это вот свалилось. А потом было вот это голосование, шорт-лист, нет, лонг-лист, потом мы попали в шорт-лист. И действительно, я, если вот есть возможность, может быть, кто-то это слышит, всем, кто голосовал, кто писал, кто там поддерживал, кто писал, там, приглашал своих друзей голосовать. Действительно, мы чувствовали огромную поддержку, что за нас действительно голосует очень много. В библиотеке, где я работала, мои американские друзья, ведь мы же там принимали театры, принимали русских актеров, ведь моя работа в библиотеке не ограничивалась только театром диалог. Там же было очень много всяких интересных программ, московские артисты приезжали, и всякие презентации, даже Вахтанговский театр там был, там и так далее. Поэтому вот шло вот такое голосование, прямо очень такое волнительное, но в то же время счастливое время. Ну вот, а когда все дошло до конца, и в принципе все говорило о том, что вроде как мы побеждаем, потому что я получала уже письма с приглашением, это уже пандемия была, с приглашением приехать в Москву, смогу ли я все-таки добраться, там и так далее. То есть вот что-то вот такое уже было вроде как. Вот, а потом я, не скрою, получила звонок из Москвы от вот тех организаторов всего этого дела, что меня просили сказать, что победили вы, но так как там попала детская студия, это даже... Ну, то есть не было разделения, другой категории не было, лучше театр для детей, детский театр за рубежом, или театр... Нет, это не детский театр для детей, это детки сами, которые играют. Ну, в любом случае детский театр. Ну, детский, конечно, но это... Ну, детки играют, то есть нельзя говорить, что профессионалы или непрофессионалы. Им передали первую премию, и вы решили это не оспаривать. Ну, конечно, о чем речь. Хорошо, спасибо. Пусть лимит каких-то ситуаций неоднозначных и недоумений ваших на век театр-диалог, а может и на два века, будет исчерпан именно этим, да, эксцидентом, и пусть в будущем у театра-диалог будет. Да, нам, правда, дали премию какую-то такую типа зрительских симпатий, и я это выставила, и даже, может быть, кто-то и не понял из наших голосующих, что это было, и опять стали поздравления там и так далее, и так далее. Ну, в общем, вот такая история. В любом случае, история красивая, потому что мы, конечно же, проявляем себя во всех ситуациях именно так, как наша душа позволяет. Театр-диалог душа позволяет проявить себя действительно очень-очень тепло и позитивно в любой ситуации. Привет всей вашей труппе. Привет и Рустаму Галичу, отдельного выделю, потому как столько театров, столько спектаклей было на нем именно ориентировано и поставлено, да, очень красивая история. И пускай юные актеры к вам присоединяются все больше и больше. Присоединились сейчас много. Правда? Да, сейчас много, ну как много, у нас вообще не так много актеров, но сейчас уже новое поколение актеров, которые замечательные тоже, и с новой школой. А на следующий год будет 20-летие театра. Вы планируете пригласить всех, кто когда-либо играл в театральных постановках театра «Диалог», может быть, это выйдет, или вы пока не задумывались над этим? Нет, нет, мы задумывались, конечно, мы задумывались, 20-летие театра, это если, дай бог, чтобы все были живы, здоровы, чтобы мир был в мире. Конечно, это очень значимое событие, и это будет в июне 2023 года, но так же, как юбилей города Санкт-Петербург. 300 лет было, теперь будет 320 лет. Да, мы планируем показать, сделать ретроспективу наших спектаклей главных, это спектакль о Пастернаке «Поверх барьеров», спектакль «На парижской волне» по Бунину, и вот последний спектакль «Театральные диалоги» и вот этот спектакль о Булгакове, вот эти 4 спектакля, которые мы хотим на будущий год играть, может быть, сделаем как фестиваль театра «Диалог». Красиво, спасибо, с гостями, фестиваль, вау, очень сейчас резануло про мир во всем мире, да, миру мир, совсем по-другому воспринимается теперь, это словосочетание, которое нам знакомо с молодых ногтей, да, с детских лет, вот действительно так. Ирина, спасибо за планы, спасибо за театр, да, такой путь и значимый, и достойный, очень надеюсь, что сезон пусть не весной откроется, а в осени, пусть все сложится и с театром, и с помещением, и, конечно же, все зрители придут к любимому театру. Спасибо, Ирина Волкович, театр «Диалог». Мы продолжаем, у нас есть несколько еще минут, поэтому нажелаю вам еще в апрель чего-то очень хорошего, ну и, конечно же, прийти на спектакль «Театр «Диалог», который уже теперь в сентябре, да? Спасибо. 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 Спасибо.